Привет! Я свекла-арт и сегодня порисую одуванчики. Кратко расскажу, как я это делаю. У меня есть такой скромный букетик и в своем скетчбоке на целлюлозной бумаге плотностью 185 грамм на квадратный метр я их зарисую очень быстро. Для изображения бутонов, обратите внимание, начиная работать по сухому. Я намешиваю следующие оттенки. Беру лимонную и карминовую, либо можно взять розовый хинокридон, чтобы получилась не очень холодная желтая такая красочка, а потеплее. С краев одуванчики более лимонные, ближе к центру они приобретают золотистый оттенок, соответственно розовый надо добавлять чуть-чуть побольше. Первый слой именно вот таким оттенком рисую следующим образом я делаю первый слой такой достаточно однотонно желтый а далее не дожидаясь его просыхания я внедряю туда более оранжевый оттенок, то есть тот же желтый но с большим количеством розового. Так я рисую, прорисовываю каждый бутончик, то есть мой первый слой состоит именно из этих двух цветов. На данном этапе я почувствовала, что мне не хватает темноты в бутончиках, поэтому я взяла каперку в сепи и кое-где, пока не высох еще этот слой, я ее подмешиваю. Тот бутон, над которым я сейчас работаю, он самый темный у нас в тени, можно сделать его еще темнее, но я не стала делать такой ярко выраженный падающий тень, поэтому я взяла его чуть-чуть потемнее, чем его собрать. Также в наши желтенькие цветочки кое-где можно добавить таких зеленоватых листочков, то есть в мой желтый чуть-чуть внедрить ультрамарина. Может быть это не очень читается на фотографии, но когда смотрю на натуру, это отчетливо видно, такие зеленоватые лепестки одуванчиков. На данном этапе настало время показать кое-где зеленые лепестки и основания цветков, которые немножечко проглядывают. Зелень очень темная, поэтому я взяла зеленую, просто зеленая варень называется и добавила капельку той же сепи. Если хочется сделать более холодные основания цветков, то можно добавить чуть-чуть индика. Цветочный слой просох, поэтому я могу сейчас спокойно затемнить то, что не хочется затемнить, использую все те же цвета. Желтую, розовую, сепию. И нарисовать уже вазочку и стебельки одуванчиков. Для стебельков я беру зеленую и в нее подмешиваю чуть-чуть свои оранжевые, которые у меня осталось, бутонов. То есть та же лимонная и чуть-чуть розовая. Получается такой красивый нежный оливковый цвет. Рисую вот этим оливковым стволик, а в него, пока он не высох, добавляю в краешку чуть-чуть зеленого, то есть более темного, чтобы показать, что стволик объемный, а не однотонно плоский. Приступаю к рисованию вазочки. Для этого намешиваю такой серо-синий цвет. Я решила делать свой букетик не на белом фоне, а на таком синем. То есть я захотела контраст такой цветов сделать, эти тени-желтые цветочки, чтобы они прямо засветились. У меня фон будет синий из ультрамарина чистого. Вот вазочка уже не будет такой синей, хоть она и прозрачная. Она все равно преломляет цвет и свет, и становится такой сероватой. Поэтому этот цвет я использую. Можно капельку индиго добавить, где сильно хочется прям темных акцентов добавить. Сейчас я начну работать над фоном. Фон у меня будет из чистого ультрамарина. Моя задача очень аккуратно и быстро, так как работаю на целлюлазе, обойти лепестки тоненькие вот этих одуванчиков. Что я сделала? Я широкой плоской кистью смочила вокруг моих одуванчиков, а тоненькой более кистью, точнее, не тоненькая. Но с острым таким кончиком я обхожу все его листки. Смотрите продолжение в следующей серии. с фоном я закончила теперь видно что не хватает темных акцентов бутылочки поэтому сейчас я это добавляю использую ультрамарин также можно затемнить место под бутыльком добавив какой-то такой тени не забываем что стекло отбрасывает тени сплошную есть такой светлый просвет или тоже оставляем закрашиваем и в общем то работа можно считать сказать готова такой быстрый цветочный скетч получился надеюсь у вас тоже будет вдохновение изобразить первые цветочек которые появляются вдохновение вам успешного творчества и и и и и и и и